Геннадий Гудков уходит с Грэмом на прямую связь. Геннадий Владимирович, рад видеть вас. Здравствуйте. Да, Аня, я также рад вас видеть и вот слышать крики, ну вернее не крики, а шум ваших детей, это очень хороший признак живой жизни, живой семьи. Так что я приветствую вас, вашу семью и всех ваших зрителей. Да, благодарим вас, наши дети, да, дети Грэма, они рождались в процессе создания проекта. Так что все это было так последовательно. Это хорошее название, дети Грэма. Хотелось бы начать с тех тем, которые очень волнуют наших зрителей. Конечно, если говорить о том расследовании ФБК о якобы причастности Леонида Невзрина к покушениям на ряд оппозиционеров. Кажется, что после опубликации этой информации, вот это ощущение, что есть те, кто за Путина и те, кто против Путина, оно как-то стерлось. И как будто бы зло может быть гораздо разнообразнее, что ли. Но доверяете ли вы этому расследованию? Да, спасибо, как говорится, за вопрос. У нас с вами есть время это обсудить, да, чтобы я понимал формат, как говорится. Вот смотрите, давайте я начну с того, что, первое, я осуждаю любые распри в оппозиции. Уж тем более те, которые сопряжены с уголовными делами. Безусловно, осуждаю, кто бы их не совершал. Если бы, не дай бог, там это совершали мои родные сыновья, я бы говорил точно так же. Слава богу, что они воспитаны по-другому. Вот, это первое. То есть, тут категорически нет любым действиям вообще по расколу оппозиции. И в частности, тем более уж связанных с сотрудничным режимом, с уголовными делами и так далее. Кто бы за этим не стоял. Первое. Второе. Кто такой Леонид Невзлин? Его там сейчас говорят, что вот Леонид Невзлин, это русская оппозиция. Леонид Невзлин давно сказал, что я не имею никакого отношения к российской политике. Я занимаюсь Украиной, я занимаюсь другими делами. Поэтому я не представляю никакую российскую оппозицию, ни на что не претендую. У меня своя дорога, и я ей иду. Это второе. Третье. Леонид Невзлин. Чтобы просто было чёткое понимание у наших зрителей. Чёткое понимание. У Путина есть личные враги. Их немного. Ну, может быть, десяток. Вряд ли там десяток. Я думаю, что это может быть в пределах там десятка, вряд ли даже десяток. Номер один враг, личный враг Путина, это Леонид Невзлин. Вот чтобы тут не было никаких иллюзий, это даже не Михаил Ходорковский. Это не даже ушедший от нас, к сожалению, убитый Путиным Алексей Навальный. Это Леонид Невзлин. Враг, личный враг Путина, номер один. И, кстати, Рассечина, это Леонид Невзлин. Потому что он возглавил борьбу акционеров ЮКОСа за возврат денег, за осуждение Путина, его режима. И они добились за 15 лет работы, огромной работы, огромного массива юридических, так сказать, заседаний, судов, экспертиз и так далее. И они добились убедительнейшей победы, отсудив у Путина 53 миллиарда долларов. Мало того, что он там его называл земляным червяком и разоблачал путинские поступления Невзлин, он ещё и добился выдающейся фантастической победы в 53 миллиарда долларов. И одновременно с этим он был и остаётся главным, личным врагом Путина. Вот чтобы не было иллюзий. Ну и, конечно, будучи миллиардером и будучи руководителем большой команды, он, конечно, не может быть глупым человеком. Вот я, ещё раз говорю, я никого не защищаю, я ни тень, я ни адвокат. Вот, я отношусь с большим уважением и к команде ФБК, знаю там многих ребят. Я отношусь с глубоким уважением к Леониду Невзлину, который ведёт огромную гуманитарную работу, помощи и украинцам, и российской оппозиции, и многим-многим другим. Это я знаю. Вот, но не в этом дело. Теперь давайте дальше. Я всё-таки поработал не так уж много, может быть много, но там 11 лет моей жизни были связаны с работой спецслужб Московского управления контрразведки. И в нашей контрразведке, в этом службе контрразведки было отделение активных мероприятий. Он так и назывался. Третье отделение нашего отдела. И отделение активных мероприятий и оперативных игр. Это было привилегированное, небольшое подразделение, в котором работали очень грамотные, опытные ребята, задачей которых была организация различных подстав, значит, внедрение агентов в спецслужбы, проведение оперативных игр и так далее и тому подобное. И я знаю, как работает в этом смысле спецслужба, ну, они вообще всех стран мира, ведущих, безусловно, и советской, российской в частности. Они способны организовывать при надлежащей подготовке серьёзнейшие вещи, которые обманывают опытнейшие разведки других стран мира. Ну, начнём с своей собственной истории. Я сейчас объясню, почему. Когда вот мы считаем, что это не может быть провокация ФСБ, слишком много деталей, слишком много переписки, хренец всё собачья, при нормальной работе всё это решается. Я вот привожу вам пример Савенков. Это известное дело Трест. На нём написан гриб «Хранить вечно». Я это дело видел, когда учился в Академии разведки. Ну, просто мы проходили вот различные комбинации различные, так сказать, и нам давали, ну, не давали его, можно было тогда посмотреть, вот это дело Трест. Для того, чтобы выманить Савенкова на территорию Советского Союза, спецслужбы тогда, того времени, организовали фантастический спектакль. Они показали Савенкову, его эмиссарам, его инспекторам, они показали всякие базы и схроны в лесу, вооружённые отряды оппозиции, значит, с пулемётами, с складом привиантов, боеприпасов. Они показали всякие явочные и прочие квартиры, они показали подполье в городах. Это были сотни людей, задействованы в этом спектакле. Сотни. И инспектора которых, ну, условно говоря, эмиссары Савенкова, которые приехали, это не были мальчишки для бития, это были опытнейшие офицеры, контрразведки в том числе. И они проверили это, сотни людей, они могли с каждым побеседовать, они могли всё посмотреть, и они уехали в полной уверенности, что всё готово к восстанию. И Савенков, перейдя границу, был полностью уверен, что так оно и есть, и был арестован, доставлен в ГОПЧК, где его то ли выкинули, то ли сам выпрыгнул, скорее всего, выкинули с какого-то там строителя, с пятого этажа. Но это известная история. Операция, вот с чего я начал, отделение активных мероприятий. Когда британцы, британские Ми-5, да, Ми-5 у них разведка, СИС, ну, Secret Intelligence Service, Ми-5, она попалась впервые за 50 лет на операции на тайнике. Я не помню, какой это год был, но Путин это активно использовал, это был какой-то год, когда начали уже серьёзные порции отношений с Британией, он решил эти отношения как бы восстановить, и не стал делать скандала из провала британской разведки, который произошёл, наверное, в последний, один, единственный раз за последние, там, 50 лет. Британский разведчик попался на операции, был взят с поличным, на операции с тайником в Москве, операции с камнем. Я знаю, что СИС, это одна из ведущих разведок мира, которые работали на территории СССР, настолько тщательно и осторожно, что ни разу не провалился. То, что они работали, мы знали, что идёт агентурная работа и так далее, мы это знали. Поймать не могли. Поймать не могли. И вот попалась британская разведка, и я тогда ещё, будучи депутатом, ну, думаю, зайду в своё родное управление, ну, депутат свободный вход, ну, почти практически свободный вход. Захожу, мой товарищ стал там, замначальником управления. Я ему говорю там, ну, не буду называть имя, там, Вася условно говорю, слушай, ты мне объясни, кто сделал камень-то? Он говорит, мы сделали. Я говорю, подожди, ну, ты давай это, не надувай щёки. Скажи мне, пожалуйста, а что значит вы? Он говорит, ну, ты помнишь, вот ты когда ещё уходил, у нас вот там была подборка такая, это называет. Я говорю, да я уже не помню. Ну, он говорит, на совещании, когда она звучала, ты мог слышать это? Я говорю, слушай, я не помню, правда, честно. Он говорит, вот мы тогда начали, это была подстава нашего агента, а потом началась оперативная игра. Я говорю, сколько вы игрались? Он говорит, ну, вот, вот, до ареста игрались. Мы ещё выиграли с ними ещё дольше, но поступила команда найти материалы для извлечения подрывной деятельности Британии. И мы сказали, что у нас подборка есть. Не, конечно, мы это делали под контролем второго главка. Понятно, что они у нас тут же, так сказать, это как бы лавры перехватили. Ну, как это обычно бывает. Вы сделали, а я отчитался, да? И вот я о чём это рассказываю? Почему рассказываю? Британский развед. С многовековым опытом. С организацией работы такого уровня, что они 50 лет не знали ни одного провала на территории СССР и в современной России. Ни разу не провалит, хотя работали. Мы это прекрасно знали. Вот. Но она попалась вот на эту оперативную игру. А ведь там сидят аналитики, там куча проверок и прочее. Ещё вам привожу пример, чтобы было понятно, как работают спецслужбы. И нельзя недооценивать эти спецслужбы. Нельзя думать, что они там все лохи. Да, там есть лохи, там есть провалы, там есть идиотизм, там есть предательство. Бывает это. Вот теперь, пожалуйста, есть такая сверхзакрытая тема даже для слушателей Академии внешней разведки, которым я был. Нелегальная разведка. Курс по нелегальной разведке для нас, а мы должны были работать в разведке внешней России, там под различными прикрытиями, для нас был минимальным. Там, по-моему, три лекции. И что-то такое. А мы говорим, слушайте, интересно, нам это повольше дать. А нет, не положено, ребята. Потому что это была сверхзакрытая. Такую нелегальную разведку имела всего, по-моему, во времена СССР пять стран. Штаты, Китай, Советский Союз, Израиль и кто-то ещё, может быть, даже не уверен, что Британия. Пять стран всего могли позволить себе нелегальную разведку. Это десятилетия, десятилетия ввода профессиональной агентуры в соответствующие сферы. Вот помните, провал был там, рыженькая девушка-то, господи. Когда там 10 человек арестовали в Штатах, они кто там в Южной Америке жил, кто где, как же девушка-фамилия. У неё папа работал в резидентуре в Европе, в Вене, по-моему. Я сейчас вспомню. Вот. Почему их взяли? Потому что сбежал вот этот начальник отдела, их выдал. То есть, это десятилетия десятилетиями внедрения агентуры. Это тоже огромная работа. Там учитывается всё. Вот когда у нас был курс лекций, там говорят, как вот там, допустим, ищут людей, которые, допустим, рано умерли, не имели родственников и так далее по всему миру. С них там делают биографии через 3-4 страны, ну и так далее. Там рассказывали о некоторых технологиях. И у меня там мой парень, товарищ, работал в одном из отделов управления С. Я к чему это всё рассказываю так долго? Не надо, нельзя недооценивать сотрудников спецслужб. Я лично убеждён и считаю, моё мнение, что это очень грамотная, хорошо сработанная оперативная игра ФСБ, на которой купился ФБК. Это лучший вариант. Из всего того, что происходит, это лучший вариант. И вот там говорят, вот я слушал, я специально вчера послушал Грозева и инсайдера, Доброхватов, да, они говорят, ну мы уверены на 97%, что при переписке подлинная. Ребят, ну 97%, нормально. Пропорции для оперативной игры спецслужб бывает так, что 99% подлинны, а по проценту специально вот там так делается, что трудно проверить. Поэтому, что я считаю? Это вполне может быть. Ещё раз говорю, вот у нас есть абсолютно понятные прозрачные ситуации. Есть ли это преступление? ФБК написал мотивированное, аргументированное, выглядящее очень убедительное заявление во все правоохранительные органы. В Израиль, куда там ещё, где там, на какой территории происходило это всё там, в Германии, в Германии не важно. Сейчас органы разберутся и дадут этому оценку. Как сказал Христо Грозе под своём интервью, у нас нет возможности проверить, там метаданные нет, там отсутствует, это только скриншоты. А у спецслужб такие возможности есть. Ну пусть проверит. Если это преступление, то преступление. Но меня смущает поведение, может быть, очень смущает поведение самой Марии Певчих. Если ты считаешь, что кто-то совершил преступление, скажи, что мы подозреваем, у нас есть доказательства, и мы просим эту ситуацию проверить, дать ей оценку и так далее, и тому подобное. Но признать тут же в один день человека обвиняемым, совершившим преступление преступником и, так сказать, отправленным куда-то в колонию, ну, условно говоря, то есть она выполнила роль заявителя, она выполнила роль следователя, прокурора и судьи. И после этого она ещё начала активно всех требовать, что «А, вы же, сволочи, сидите, отмалчиваетесь, мы же вскрыли преступление, оно серьёзное, а вы все молчите, вы не осуждаете, значит, вот такие-сякие, пятое-десятое». Ну, просто ей нужно маузер вот дать Маше, кожаную куртку и написать ЧК. И мне она напоминает, помните, была, ну, вы не можете помнить, я помню, был такой фильм, назывался «Оптимистическая трагедия». И вот там на фронт к анархистам, к матросам прислали железную там леди из большевиков, которая там, ну, была невероятно волевая, и она там всех сломала своим характером. И вот мне она напоминает вот эту вот женщину, прекрасная роль была по то время, конечно, понятная, идеологизированная фильм, но его стоит посмотреть. Вот эта оптимистическая трагедия, посмотрите, она там, да, сильный очень негр-актер, вообще-то сказать, там, и можно поплакать в конце фильма, потому что жалко там всех. Вот. Но его стоит посмотреть, и вот мне Маша Певчих, при всём уважении к её работе, её предности, идеям своим, она мне напоминает вот эту большевистку с Маузером, которая вот там сломала своим характером, жёсткостью и даже жестокостью всех этих моряков-анархистов. Но нельзя быть таким большевиком. Нельзя быть таким, ну, ребята, вы же обращаетесь своим заявлением в систему, правоохранительную систему в демократическом обществе, где честный суд, где честный измонзор с законом, где честные следствия, где есть возможность контролировать через политические институты, через средства массовой информации и так далее. Но вы дождитесь. Если уж вы хотели бы, так сказать, получить поддержку объективную, ну, создайте комиссию. Вот меня там, про меня, на меня провокация была в 12-м году. Какого-то нашли попа, который уехал во Францию. Кстати говоря, хочу всё к нему заехать, глазами посмотреть. Этот поп оказался агентом пятого управления, он, естественно, там сдал своих, ему разрешили в 80-е годы уехать во Францию. И он написал, что к нему приходил с обыском гудков, там был звероподобен, украл у него то ли ружьё, то ли ещё чё-то такое. И там все криминевские СМИ подхватили, какой был зверь гудков. Я, понятно, что его ни разу не видел. И я что сделал? Несколько там людей в либеральной интеллигенции, оппозиции, поверили ему. Игруки. Хорошо. Там вот подробинок был. Я говорю, так хорошо. Ребята, а можно, давайте сделаем так. Ну, во-первых, он отказался со мной выйти на интервью, этот поп. Испугался. Я Хармаску предложил ещё что-то, отказался. Я говорю, окей, давайте так, я просто поступаю просто. Вот есть Лев Пономарёв. Есть у вас сомнения в её репутации? Нет. Вот ему верят, вот этому попу верит Александр Подробинок, которому я уважаю за его непоколебимые, так сказать, взгляды, убеждения, твёрдость характера. Он верит. Вот возьмите Пономарёв, Подробинок, и возьмите ещё кто верит из честных людей. Я готов. А, дать показания. Я готов по предложенному вам в любой стране, в любом месте пойти на полиграф. Но условие такое, что вы то же самое делаете с этим попом и тоже его сажаете на полиграф. И поп испугался. Сказал, нет, я не буду. Вот этот поп, он испугался. Поэтому, если вы ФБК хотите, ну, вы дайте какую-то возможность. Создайте комиссию. Предложите людям что-то сделать. Дайте этой комиссии факты. Дайте возможность подискутировать, посмотреть. Дайте возможность разобраться в этой ситуации. Но вы же сами, причём у вас конфликт ФБК, но чтобы отвести, как бы, так сказать, от себя тень на плите и не бросать, у вас конфликт. Публичный. Там где-то на них Невзлев наехал, где-то они там на Невзлев наехали. Есть личный конфликт, они там друг друга не любят, там особенно Волков и Невзлев. Всё понимают. Но ведь вы же ничего не сделали. Вы же заинтересованная сторона. Ну, на этом уровне. Ну, сделайте хотя бы как-то объективно. Ну, возьмите, правильно сказали, давайте сделаем комиссию, пусть её возглавит эту комиссию Володя Карамурза. И в этой комиссии можно было бы до вот этого скандала, до вот этого обвинения, до вот этого вынесения вердикта, в любом суде обсуждается приговор днями. Да, там дают возможность выступить экспертом, свидетелем при заключении и так далее и тому подобное. А потом присяжный уже решает, прав или виноват, виноват, так сказать, сажать или награждать. Здесь сразу всё. Если вы хотите объективность, ну, правильно Белковский сказал, ну, пусть будет комиссия, допустим, возглавит её Володя Карамурза, человек с безотвечной репутацией, только что освобождённый человек, там, узник режима. Чего они сделают? До того, как устроить срач, до того, как вынести вердикт, ну, вы хотя бы возьмите вот это сделайте. Мы обратились, если бы они сказали, мы, как люди понимающие, что это наносит ущерб всей оппозиции, мы понимали, что это, ну, мы не могли пройти мимо такого страшного случая, мы не можем просить преступления, тут всё понятно. И мы сделали комиссию, до того как. Вот эта комиссия, у нас все дело проверила, были представители Невзина, были представители Хатарковского, значит, Володя Карамурза его возглавлял, были в этой комиссии такие-то уважаемые люди с безупречной репутацией, у нас такие люди есть. И вот комиссия тоже пришла к такому выводу, что нужно обратиться в правоохранительные органы и, так сказать, чтобы эти правоохранительные органы окончательно дали ответ. Ну, так можно было сделать по-человечески. Но они с пистолетом, говорят, так, ты записался в добровольство, нет, готов, ты записался в добровольство, ты не осуждаешь, Невзина, да ты сволочь такая же. Ну, и так далее. Но это уже, уже, вот, я, причём я больше склоняюсь к версии там на 90%, если не 95% или как там Грозев сказал, я на 97% думаю. Ну, вот я на 97% думаю, зная почерка работы спецслужб, что на врага номер один, коим является врага номер один путинского режима и Путина лично, они могли бросить любые средства. Ну, смотрите, вот есть этот самый Пегасус, программу, слышали об этом? Израильская разработка, хрен знает, кто её купил, и хрен знает, кто её использовал. Ну, мы с вами вообще не знаем, может быть, сейчас наш с вами разговор записываем. Ну, это ладно. Пегасус входит, запускается в телефон, запускается там любой ссылкой. И обнаружить его практически невозможно без специальной работы, без специального исследования этого телефона. Там есть уже созданы какие-то структуры, которые могут это проверить. Но Пегасус можно в этот момент отключить, вывести его с телефона. оборудование на одного человека, если я правильно помню, могу ошибаться, стоит там порядка двух с половиной миллионов долларов. Дорого. А теперь представьте, нежный враг номер один Путина, отспоривший у Путина 53 миллиарда долларов. Два с половиной миллиона, или там ещё десять человек, которые его окружают. И нельзя было сделать? Запросто. А это позволяет не только всё читать, контролировать, вмешиваться и так далее, хапнуть любой телефон. Я как бы полагаю, что разработки продолжаются. Вот это у Пегасуса. Да, там некоторые есть версии, которые типа как бы защищены, там версии какая-нибудь 17.3, но на самом деле разработчики тоже не сидят без дела. Они имеют клиентов, заказчиков, кстати говоря, американские спецслужбы являлись заказчиком этого Пегаса, вот этой программы. Поэтому вот сейчас говорить о том, что вот это подлинно, неподлинно, даже сам Христо Грозев говорит, конечно, вот эти скриншоты, мы не можем сказать, что вот эти скриншоты подлинные. Я вчера слушал его. Но вот если нет мета-данных, я не очень понимаю, что это такое, я просто привожу слова Грозева. Он говорит, конечно, нет мета-данных, но в принципе спецслужбы, там, государственные структуры, они могут их проверить и дать нам то, что мы не можем проверить. Это говорит Христо Грозев. Он высказывает, да, мне кажется, что это подлинная переписка. Инспекторам Савинкова абсолютно на 100% показалось, что всё то, что им показали, было подлинное. Подлинное. Они не увидели фальш там ни в формах этих бандитов, которые были на лесных базах, ни в складах, ни в разговоре там и так далее. То есть им показали сотни человек, они побеседовали, проехали, посмотрели, пообщались и пришли к выводу, что это всё настоящее. А это всё оказалось театр, спектакль. Да, я знаю об этих ляпках, я знаю там, как эти головотяпы с грушными документами зарегистрировали всех там в одном адресе, да ещё там прибавили 100 лет детям, там, 909-904 года рождения. Мы знаем, что машины зарегистрировали в одном этом грушников, в одном ГАИ. И я знаю, что эти идиотические ляпы, они бывают. Но не надо недооценивать противника. Не надо недооценивать людей, которые способны вести оперативные игры, которые обманывают виднейшие разведки мира. Поэтому я в любом случае, как минимум, я бы не стал делать скандала, не проведя серьёзные исследования, не привлекая к этим исследованиям независимых лиц, какой-то комиссии, и уж тем более, да, если уж они тем более решили пойти в правоохранительные органы, в правоохранительные органы, в правоохранительные органы, но, ребят, иди, никто же, если будет преступление, значит, преступник будет наказан. Конечно, это ужасно, когда нападают на Леонида Волкова, и там что-то кто-то делает, пытается его то ли инвалидом оставить, то ли убить, то ли что-то. Конечно, это недопустимо. Недопустимо. Но также недопустимо вот этот большевизм. Мы сами арестовали, сами расследовали, сами приговорили, сами расстреляли. Ребят, ну, красный или белый террор у нас, что ли, сейчас? Или мы живём всё-таки в правовых странах? Ну вот, кстати, я хочу вернуться как раз к той рыжей девушке, Анна Чапман, да, вы её имели в виду? Да, Анна Чапман, у неё папа. Да, и я ещё... Служил моими приятными, с товарищами в разведке. Он был сам, у неё отец разведки. И вот если говорить про, вы сказали, МИ-5, МИ-5, мне кажется, занимается внутренней историей в Великобритании, а МИ-6, МИ-6, наверное, да. Я просто почему это хорошо помню, потому что нас обвиняли на работу МИ-6 когда-то, и как раз вот в контексте всех этих заявлений об ярлыках, там нас говорили, что мы агенты Кремля периодически, иногда там, нет, агенты Кремля уже реже звучит, конечно, но тем не менее периодически появляются такие боты, не боты. Кто-то говорит МИ-6, кто-то говорит там Пентагон и так далее. У нас каждый первый, каждый первый у нас с вами агент Кремля. Ну, это уже паранойя, вот, понимаете, это паранойя. Ну, вот вы знаете, как раз мы в данном случае как нейтральная площадка выступаем, в любом случае в этом конкретном конфликте мы не являемся представителями оппозиции российской, мы находимся в Латвии, и мы из Латвии изначально, но мы приглашали к нам представителей ФБК выступить и высказаться. И, в частности, некоторые из них отказались тем, кому мы предлагали, только потому, что у нас выступали те, кто их критикует. Насколько легко вообще сейчас можно навешать вот такой ярлык, что ты чей-то агент, ты там сразу за кого-то топишь, хотя, казалось бы, ну, ты стараешься плюс-минус держать вот этот вот нейтралитет хотя бы в каких-то вопросах. Что касается войны, мы сразу обозначили, что там те, кто за войну, у нас в эфире звучать не будут эти голоса, хоть это с точки зрения журналистики, конечно, все равно все еще такой момент спорный, но, тем не менее, мы решили так, что только те, кто разные мнения, но сторонников войны мы не приглашаем. Для себя мы поставили такой вот кодекс, да, такой план. Да, 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 но, тем не менее, вот сейчас мы можем столкнуться с тем, что нас все-таки уже причислили к определенному кругу, хотя мы открыты для представителей ФБК и для разговора с ними на эту тему тоже. Ну, вот смотрите, давайте разделим вопрос. Обвинять друг друга в работе на ФСБ, Кремль и так далее, это любимое занятое российской оппозиции. Там чуть не так, агент, наймит и так далее и тому подобное. Это, с другой стороны, давайте по-честному скажем, Владимир Владимирович Ульяновым Лениным агентура прогуливалась под ручку по Женевскому озеру. Я совершенно точно убежден, я убежден, я не знаю, но я убежден, что на серьезном уровне есть агентура ФСБ и ФБК, и я не исключаю, и в команде Ходорковском, безусловно. Вот все крупные команды, где работают люди, наверняка, вот с вероятностью, как это, возьмем планку, оценку Грозева, да, на 99% я уверен, что есть агентура на серьезном уровне и ФБК, и команде Ходорковского, и наверняка, если там Невзмин ведет большую работу с этим фондом, у команды Невзмин, и так далее и тому подобное. И я думаю, что для них, если это провокация, замышлялась оперативная игра ФСБ, серьезная, с большими ресурсами, наверняка они помогали подсвечивать и координировать ситуацию внутри. То, что агентура там сидит, ну, просто, понимаете, это было бы преступно для режима не иметь агентуру в главных центрах российской оппозиции за рубежом. Наверняка кто-то в Латвии есть, наверняка кто-то в Литве, в Вильнюсе, наверняка кто-то в Берлине сидит, наверняка кто-то в Лондоне. Там Латвия как раз фигурирует в этом расследовании, в том числе ФБК. Да, 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 поэтому, понимая, вы понимаете, я все время говорю, что сейчас вообще нет проблемы вербовки агентуры, вот, к сожалению. Я объясняю это вот сейчас, в том числе и нашим зрителям, потому что сейчас вот эта война, неразбериха, миграция, бедственное состояние огромного числа людей, бежавших из страны. У них там какие-то связи, у них какие-то там бизнесы, у них какие-то там отношения. И сейчас вот эта несчастная, гонимая часть населения, она очень подвержена, к сожалению, вербовочной деятельности. Ведь, понимаете, как происходит вербовочная деятельность? Она же не обязательно там, товарищ агент, там, 007, я выйти из строя, три шага вперед, вам дается задание, есть. Это уже нет. Это же работа агентуристов, это, ну, человек вообще может не понимать, что, ну, он может быть догадывается, но он может не понимать, что он за вербовок. Он может даже не писать сообщение, он может даже не брать псевдоним. Какие признаки вербовки раньше были? Я думаю, что они несчастны, да? Раньше, это же нужно подписка, что я там, Семен Семенович Иванов, обязуюсь помогать, сотрудничать, добровольно, изъявляя готовность, желание, и беру себе псевдоним, там, какой-нибудь там, Вася Пупкин, вот. И эту вот подписку-то несешь начальнику, рапорт, что установлено конфиденциальное секретное отношение с таким-то, псевдоним, там, агент такой-то, вот. Он у нас, спокойные, товарищеские, человеческие отношения. Приходишь на яучную квартиру, или там, на конспиративную, где как, и говоришь, Иван Иванович, привет, как дела, как семья, ну, чего там у вас, что у вас там на работе, что у вас там в жизни, как там вообще. Ну, что-нибудь поспоришь, расскажешь, там, какие-то важные темы, пообсудишь, что-то. Это нормальные человеческие отношения. Плюс, слушай, Геннадий Владимирович, там вот у меня проблемы есть. А что за проблемы? Ну, давайте мы попробуем вам помочь, я с начальником переговорю, может, мы там найдем какой-то. И вот, это же взаимное, такой вот, взаимное отношение. Как правило, агентуристы, они очень тонко чувствуют человека. Они не будут там, мы вам, тут, тут, другом шагом, марш, такого нет. Это, поэтому вербовать сейчас в среде миграции очень легко. Очень легко. Потому что люди без денег, без документов, без возможности общения, там, иногда с родными, близкими, им надо ездить, им надо какие-то вопросы решать. Это всё используется. И поверьте мне, что самая плохая, самая, считается, ненадёжная основа вербовки, это угрозы их запугивания. Можно их использовать, но вот вам любой скажет, агентурист скажет, что это временная основа. Что если ты не переведёшь вот эти угрозы запугивания, психологические, так сказать, подавления человека в нормальные, ровные человеческие отношения, скажем там. Личные симпатии, как бы, так сказать, совпадение взглядов, какая-то выгода, ещё что-то, это очень опасная вербовка. Поэтому, когда там говорят, что запугивают там, всё это, и люди в запуганном состоянии, нет этого. Это не должно быть. Это да вот к столу мои дебилы, но, как правило, они долго не выживают в оперативниках. Поэтому, вот, сегодня я почему-то так уверенно говорю, что наверняка агентура есть и в окружении Хнарковской, и в окружении Невзеля, и в окружении ФБК, и так далее. Я всё время, общаясь с людьми, вот этот фактор как бы держу в голове. Вот этот фактор. Просто я знаю, ну, Зубатов был, полковник Зубатов, да, мы изучали этот период революции, но гений. Он по-своему гений. Он умел вербовать так, что его агентура работала настолько эффективно. Зубатов слал политические прогнозы свои, вообще, так сказать, и предложения настолько точные, настолько они были правильные, что если бы его, может быть, царский режим слушал, и этой революции бы не было. То есть, поэтому, конечно, сейчас в условиях вот этих перетрубаций, миграций, катаклизмов, трудностей, сложностей, вербовочной базы очень широкая. И сделать серьёзнейшую комбинацию с привлечением агентуры ФСБ. Понимаете, можно же убрать головотяпку. Создать серьёзный отдел с серьёзными людьми, с хорошими головами, с много-много чего. Да, я понимаю, что система где-то подгнила, но это не означает, что она гнила полностью. Совершенно не означает. Я вам приводил пример. Вот 90-е, я ушёл в 90-е годы, развал, там, спецслужбы и так далее. И прочее, прочее. И потом, когда вот арестовали этого британца, это уже был... Я не могу, но можно посмотреть сейчас в интернете, когда этого британца арестовали. То есть, вот в период развала спецслужб, когда они там уходили, приходили, очень большие кадровые были потери. Они вели великолепную, блестящую оперативную игру с СИС. И выиграли эту игру. То есть, они обманули СИС. Они прошли все её там слохедроумные проверки, комбинации и так далее. Вышел кадровый сотрудник СИС на связь. Он изымал этот камень, в котором был спрятан тайник там с данными. Это же нужно высочайший уровень квалификации, чтобы обмануть лучшую разведку мира. Ну, по крайней мере, одну из лучших. Ну, старейшую точно, да? То есть, это вот как раз тот период, когда там 70% кадрового состава было потеряно. Ну, я вот знаете, Геннадий Владимирович, хочу вернуться к вашему воспоминанию о том инциденте с священнослужителем. Вы ведь в этот момент, как вы сейчас рассказываете, вы сами были инициатором, зная, что ваша совесть чиста, ваша репутация имеет значение. Вы сразу пошли, предложили ряд алгоритмов. Да, вы сразу предложили ряд алгоритмов, чтобы доказать свою невиновность. Что касается Невзлина, ведь он сейчас выступил, и на запросы инсайдера, насколько я поняла, он не отвечал. Хотя как раз Роман Доброходов говорил, что бывает такое, когда кого-то обвиняют, а мы приезжаем к этому человеку. Он говорит, смотрите, у меня алиби в этот день и так далее, я там был с женой где-то, ну и прочее, не обязательно с женой. В общем, как-то стараются сразу показать свою невиновность. Что касается Невзлина, он ведь старается ничего сейчас не делать. Вы говорите о том, что ФБК, вот можно было сделать это, 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 прежде чем обвинять. А что сделал Леонид Клинеев, Невзлина, на ваш взгляд, и должен ли был он что-то сделать? Я не знаю, потому что люди все разные. Насколько я знаю Леонид Борисович, ну я не могу сказать, ну да, мы в хороших отношениях, очень человеческих. И он многим помогал, и в том числе помогал мне, вот у меня там была проблема по здоровью, это было там много лет назад. Но тем не менее, я, как говорится, морально и вот этически к нему отношился очень с большим уважением. И по-другому не может быть. Но люди очень разные. Люди очень разные. Леонид Борисович, насколько я могу, я могу ошибаться. Он, конечно, невероятно умён и информирован, но он довольно-то человек эмоциональный. Иногда у него бывают такие, когда эмоции через край. Я не знаю, может быть он чувствует себя сейчас оскорблённым, униженным, обиженным. Потому что ведь он тоже помогал многим людям ФБК, в частном порядке. У него есть там фонд, который помогает по медицине очень многим. Он ведёт огромную работу. Я уж сейчас не знаю, сейчас секрет начну выдавать. Ну, он помогает многим людям покинуть страну, те, которые находятся в очень серьёзном, угрожающем положении. Ну, давайте вот, я думаю, что не обидится на меня никто. Вот я во Франции общаюсь с Марией Овсянниковой. Так она, хрен бы, она покинула страну, у неё уже браслет на ноге был, если бы не помощь и поддержка Леонид Борисович. Ну, таких людей очень много. Я могу перечислять фамилии, ряд этих людей. Он её просто спас. Ну, не он лично. Но вот он, как бы, так сказать, помогает этим структурам, которые занимаются этим делом. Он очень активно организовал такие вещи. Поэтому я не то чтобы... Тут сейчас личные качества ни на что не влияют. Если это преступление, это преступление. Вы надросли. Тут наши взаимоотношения, уважение, оно не играет сейчас никакой роли. Потому что приступ пересечена граница между обычной жизнью и уголовным кодексом. Вот тут уже всё, да? Это надо расследовать. Поэтому... Но, понимаете, меня что ещё смущает? Вот что в этом всё смущает? Удар в основном-то идёт по Ходорковскому, а не по Невзгин. Ну, Невзгин. Он сказал, ребят, я не русская оппозиция, я живу в Израиле, занимаюсь Украиной, отвалите от меня. Кто хочет, чтобы я помог, ради бога, но я не участвую в русской политике. Это он давно сказал и много раз. Но удар-то идёт по Ходорковскому. А мы же видим, что ФБК рассматривает Ходорковского не как союзника, а как конкурента. Ну, при чём здесь Ходорковский? Ходорковский должен был знать, вчера говорит Маша Перчик в одном из своих интервью. Ну, я просто вчера слушал. Доказательной базы про Ходорковского там совершенно нет. Просто потому, что он его друг или был другом его или так далее, значит, он знает. Нет, я не думаю, что он был другом. Это, да, это не доказательство. Об этом говорит в том числе и инсайдер, и Кристо Грозик. Ты знаком с Ходорковским, ты должен был знать. Ты же там бывший чекист, так сказать, и так далее. Ты обязан был знать это. Почему я обязан был знать? Почему Ходорковский обязан был знать? Каждый сейчас занимается своей работой. Своей деятельностью. Той частью работы, которую мы можем делать. Приближение к рах путинского режима. К чему? И, конечно, вот это вот большевизм. Ну, я говорю, Маша Перчик просто кожаную куртку, маузер и вот волосы, красную ленту. Что у них была там, пуражка такая кожаная, тоже красной лентой. И написали там, новый ТК. Ну, что, примерно так. Потому что, ну, я же видела, новость прошла, что мы изобличаем Леонид Невзлина. Я, по-моему, я за рулем был машиной. В пятницу, в пятницу, я просто двигался с одного города, с одной края Болгарии на другой. Как раз звонили вам, да? Да, вы мне звонили. А я как раз был за рулем, я ничего не мог делать, потому что у меня там по времени было, никак не мог. И вчера я двигался уже назад из Софии, обратно, сюда, на побережье. И она мне опять читает новости, уже Маша Перчик обвиняет всех, кто не осудил, кто не расстрелял, кто не отрекся. Все должны отречься еще. В течение двух часов. Потому что если в течение двух часов ты не отрекся, ты предатель. Блин, ёпра СТ. Я не успел из руля выйти автоматически, но, видимо, тоже попал в разряд этих предателей, негодяев, мерзавцев и прочих. Я ещё из Софии не успел доехать сюда, до Варны, я уже стал, так сказать, потенциальным предателем. И кем там, пособником преступлений, покушений, что-то ещё. Не выходя из-за руля. Ну, что это за большевизм? Что какие-то... Поэтому, когда будем строить новую Россию, я надеюсь, для этого дожить, я бы хотел быть консультантом по организации спецслужб, чтобы мы вместе с грязной водой не выкинули всех детей. Я бы хотел быть консультантом или участником комиссии по перетестации вот этой инвентарктуры, чтобы правильно судить, объективно. И участвовать в каких-то иных мероприятиях по очищению страны, чтобы не всех там ставить к стенке и вешать на фнарях, а чтобы это было цивилизовано в рамках права, в рамках человеческих и прочих норм. И, к сожалению, я вот сказал Ходорковский, по-моему, что он считает, что нужно сделать всё, чтобы в новой России судьёй главным не была Мария Певчик, но, наверное, это так. Нельзя так действовать. Ну, нельзя. Вы бросаете серьёзное обвинение. Хорошо, но вы написали серьёзное заявление в правоохранительные органы, так вы дождитесь. Хоть чего-то дождите. А не призывайте всех там отрекаться, выходить, выступать. Люба Соболь вышла из антивойного комитета. Ну, молодец. Люба Соболь вышла из того, что якобы там Леонид Невдлин чем-то виноват, а Люба Соболь вышла из антивойного комитета, где куча приличных, порядочных людей, которых объединяет одна задача закончить эту войну победой справедливой, справедливой победой добра над злом, деоккупацией части той, которая сегодня оккупирована Украиной, и наказанием военных преступников. Люба Соболь вышла оттуда. А фига ли, действительно, там какие-то собрались эти подлецы мерзавцы, там всякие негодяи, да? Там их сколько членов антивойного комитета? Ну, вот у меня мой сын там является членом антивойного комитета. Я там тоже в какой-то степени участвую в деятельности. Меня там назначили общественным консулом по Франции антивойного комитета. Тоже, ну, как помогать людям там и так далее. Вот. Алекс, да я там всех людей знаю, прекрасные люди, действительно заслуженные. Гурьев Сергей, который всегда поддерживал Соболь. А он там в антивойном комитете. Теперь Люба Соболь с ним рядом не сядет. Уж извините. Вот так, по-простому говорю. Сергей Гурьев, по-моему, там это Женя Чичваркин. Это люди, которые всегда поддерживали ФБК. Это Дмитрий Зимин, которые всегда поддерживали ФБК, дружили с Навальным, поддерживали Алексея во всех его делах. Люба Соболь вышла сразу в течение часа. Хрен ей там действительно делить, так сказать, заседания, засидеть на заседаниях с какими-то там Чичваркиными, негодяями, гурьевыми, так сказать, там, которые вот до сих пор не отреклись, ничем не сказали. Ну, чего мы вот делаем-то? Это никак не могу понять. Почему это произошло в течение часа? И доказывать ничего не надо. Я думаю, что там, я всё-таки как раз на 97% или даже больше уверен, что это грамотная работа ФСБ. И я представляю, какие там эмоции. Сколько там бутылок шампанского открыто по этому поводу. Я вот думаю, что в качестве проверочного, одного из одного проверочного мероприятия, если бы у нас была агентура среди уборщиц Кремля, мы могли бы, допустим, по реакции, по количеству бутылок пробок под шампанского и пустых бутылок тоже много и процесс отслеживать. Я думаю, что появляется вот сразу как в банке, вот чего-то произошло, вот это вот. А, есть связь. Да, вот я... Но я вас почему-то не слышу сейчас уже. Отлично. Я всё это время говорила, и у меня был выключен звук. Просто поскольку у нас тут главреды, то я обычно выключаю звук, когда говорит гость. И вот пока вы отключились, я всё это время говорила со зрителями, но звук был выключен. Но можно по губам прочесть, наверное, что я призвала наших зрителей Крем поддерживать всеми возможными способами, если вам нравится то, что мы делаем. Да, Геннадий Владимирович, ну вот подводя итог, конечно, того, что вы сказали, вас уже надо отпускать. Да, отпускать. Мы сидим со старшим сыном Дмитрием, ему ещё было там 27-то лет, я ещё был депутатом, вот мы сидим в кабинете, вот и говорят, мы придём, мы всё по-другому в России сделаем, мы накажем всех, вот кто там туда-сюда. Я говорю, стоп, 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 одну секундочку, отмотая немножко назад, Дим, а как вы-то всех накажете? Ну вот они там такие-то... Стоп. А чем вы будете отличаться от Путина? А вы не можете всех наказать? Вы должны будете провести судебную реформу, назначить честных судей, дать возможность людям оправдываться, дать возможность провести честные, абсолютно объективные судебные процессы. И не факт, что суд скажет, что этот мерзавец негодяй во всём виноват. Я говорю, подождите, если вы молодёжь, ну тогда ему было меньше 30 лет, если вы молодёжь хотите построить новую Россию, вы не можете вот так действовать, как большевики. Вы не можете методом красного террора устанавливать порядки. Вы не можете путём концлагерей и так далее наказывать врагов народа. Вы будете точно такими же, если не хуже, чем Путин. И вот он это, так сказать, ну как бы, так сказать, воспринял тогда. Я говорю, понимаешь, процесс наказания преступников в демократической стране чрезвычайно долгий, сложный, тяжёлый. И вот это, если вы не хотите стать новыми большевиками, которые там с Маузером бегают по всем этим этажам, коридорам и так далее, и вечером по ночам приезжает Лидия Арестовой, вы должны использовать исключительно демократические механизмы. И он говорит, вот там, вот нужно будет компенсировать всем, у кого там что-то отняли. Я говорю, Радим, а как? Вы должны тогда будете создать новые законодательства, которые там будут компенсировать что-то, которые будут учитывать там какие-то там отнятые активы, бизнес там, индивидуумы, так далее. Вы должны будете это привести через долгую, тяжёлую, сложную процедуру судов. И поверь мне, что половина судов не сможет решить этот вопрос по закону. Потому что тогда нужно принимать закон о репарациях, о репатриациях и так далее и тому подобное. Если вы хотите неправовыми способами действия, ну, я помню, мы сидели, спорили с молодёжью, ну, не спорили, а обсуждали, то вы ничем не будете лучше, чем Путин. Вот это вот я хочу объяснить, что мы не можем действовать большевистскими методами, если мы хотим строить новую Россию. Как мы можем это делать, так сказать, совмещая в одном лице прокурора, следователя, судью и, так сказать, палача? Ну, не бывает такого. Ну, не бывает ни в одной цивилизованной стране. И вот у меня призыв к людям моложе меня, другого поколения, может, сейчас приходящего в политику. Нельзя быть радикалами. Нельзя быть большевиками. Если мы хотим действительно построить страну с цивилизованной системой, мы не должны её отбросить, вот это болото большевизма. Вот это моё пожелание всем политикам, которым достанется строить новую Россию. Вот это вот им надо обязательно зарубить себе на носу, прежде чем чего-то делать для нового российского свободного демократического государства. Ну что ж, благодарим вас за то, что вы нашли время поговорить с нами. Спасибо за этот разговор. И до следующего раза, Геннадий Владимирович, всего вам доброго. Взаимно, спасибо. Как раз тут наши все главреды уже здесь. Может, подойдите поздороваться, Герой? Я их не вижу. Сейчас я вам... Мне кажется, вы с Верой уже знакомы были когда-то. Вот она тут. А, это вот, по-моему, один раз там где-то... Это старшая, да-да-да. Это старшая её зовут? Вера. Вера. Вера, привет, привет, привет. Привет тебе от Гены Крокодила, дяди Гены. От Гены Крокодила, привет. Ладно, благодарим вас, спасибо. Спасибо, Геннадий Владимирович, всего доброго. До свидания. Пока, счастливо.